4 сентября 2024 года исполнил 150 лет со дня рождения русского и советского хирурга профессора Александра Васильевича Вишневского. Родился он в Дагестане, в селе Новоалександровка, ныне Нижний Чичурт. Став не только основоположником хирургии, но и основателем династии врачей, он говорил, да чего жадная эта хирургия, она опустошила меня полностью, не оставив времени ни на что другое. Здравствуйте. Сегодня, побывав на родине Вишневского, я побеседовал с врачом высшей категории, рентген-эндоваскулярным хирургом, лауреатом Государственной премии Республики Дагестан, стоявшим у истоков специальности Александром Сергеевичем Скороваровым. Приятного и продуктивного просмотра. А вы отсюда родом? Потому что все-таки Александр Сергеевич? Да, я в Махачкалинске, да. Здесь родились? Да, в Махачкалинске. Всю жизнь здесь прожил, 60 лет. Очень интересно от вас услышать. Китайский мединститут закончил местный, остался по терапии, потом, соответственно, сразу после интернатуры, по терапии было предложено заняться этой профессией, это был 88-й год, 89-й год. Стало интересно этим заниматься, как-то так показался в клинике Рашид Павловича, Аскетханова, первое республиканское клиническое больнице, школа Аскетханова, флебология, если я помню, был член Крисполярд. Вы сразу эндоваскулярной начали заниматься? В 89-м году, ну как бы эндоваскулярных хирургов тогда не было, и названия такого не было. Значит, рентгеноконтрастный, нужно было пройти специализацию по рентгенологии сначала, чтобы опаснее вынужден был в Саратове, значит, полгода, о чем я ни капельки не жалею, поехать в Саратов по рентгенологии, проходить общее рентгенологическое, значит, курсообразование. Параллельно, естественно, был в кабинете ангиографии. Романкин Валерий Петрович был, как бы, первым наставником. Вот, еще на пленочном аппарате. Специальный аппарат для просмотра, глупого. Нет, это был уже сериограф пленочный, имеется в виду, это самое, значит, ну, а вот их были, вот, или были российского, советского производства, альма-ереванского, эти сериографы. Вот, ну, там в Саратове было немножко попроще, имеется в виду, еще по-одно, первые разы того, что называется наша специальность, естественно, получил там, то есть я практически полгода не вылазил там, из этой рентгеноперационной. Как вы называли тогда рентгеноперационную? Ну, не было тоже названия, но кабинет ангиографии назывался, все же вышло с ангиографии, с диагностики, в общем-то, и здесь в Махачкале, соответственно, до моего появления все это присутствовало. Ну, есть, по, на заказ, естественно, сосудистых хирургов, то есть по функционной артериографии, вот, в лучшем случае, а артериографии, которая без шприцов инжектора, в общем-то, когда надо было выводить, с этого, да, синдром Лериша констатировать, возможно, и так далее. Транслюмбальные пункции? Транслюмбальные пункции, да, я с ним начинал, сосудистые хирурги меня это научили, и транслюмбальных я тоже где-то, наверное, порядка сотни в свое время еще сделал. Страшное дело. Ну, это не так уж страшно, даже я помню, во время первой специализации, тогда еще Шахар Юрьевич, это 90-й год, а вы знаете, знакомы с такой методикой, как транслюмбальная коронарография в Юрьевич? И тогда, я так понимаю, что через... Через плечевой, не говоря о молчевом доступе, еще разговора особенного и не было. Да, да, серьезно, да, да, была такая тема. Я помню этот момент, да. Вот, и все, начинался география, есть диагностика, естественно, до появления первого аппарата с географом. Это был Хиролюкс, совместный ГДР, Чехословакия, Польша. Здесь? Ну, да, это был... Какой год? Это был 89-90 год. Да, где-то так, 90-х годов был смонтирован. А кто в это время, кроме вас, здесь развивал? Нет, никто. Если не было никто, я, как бы, получился так, что я первый прошел в эту специальность. Развитие, в общем-то, не шло. Когда только появился вот этот Хиролюкс, совместный, со скоростью съемки 3 кадра в секунду, от листовой пленки, мы стали уже тогда, там, естественно, стал вопрос о каких-то вмешательствах, там, селективных катетализациях и так далее. Вот, и мы прям проработали до 8 лет, проработали на нем. И сразу задумывались о лечебных процедурах, или это была только диагностика? Ну, рентгеновая хирургия в республике, можно так сказать, официально началась, наверное, с 91-го года, когда была произведена первая баллонная пластика подвздошной артерии. С периферии началась? Ну, естественно, все с периферии, поскольку на сосудистых хирургов, как бы приходилось, а географистам больше работать, с периферии, подвздошной артерии, да, и, в общем-то, обладали уже каким-то определенным достаточно большим опытом и на баллоны пластик, хотя тут же начинали, по-моему, еще с российского производства баллонов, если кто-то помнит такие, кто-то еще не помнит, может. Были горькерские баллоны, потом были на Украине, у тебя Кременчугские, по-моему, еще какие-то там производственные, электрику советского права в произведение с того времени. Привозили кого-то или самостоятельно, я имею в виду, в качестве проктора? Нет, нет, мы сами, сами разрабатывали, ну, то ездили, по возможности, конечно, ездили, где можно было учиться только, ну, естественно, было, это НЦХ, она, сейчас ее из Шахтыр-Ювелич, это 90-й год, в 1993-м, по-моему, да, уже из Судбакова его приезжали, когда стал вопрос о зондировании, катетализации полостей, станция Валерия Гаммича, когда первый раз, на кого они столкнулись. Вот, катетализация была, установка на развитие, начинать какие-то химические, какие-то манипуляции в республике, соответственно, необходимость зондирования, ну, тут возникло зондирование, измерение гранины, это давление, значит, между полостями, там, давление, заклинивание, это где-то 95-му году все, было потихоньку налажено, и начали какие-то манипуляции, параллельно, конечно, шли в разных направлениях, и в 96-м году, по-моему, клапан легочной артерии, первая баллонная пластика, в 96-м году, в 98-м, тоже где-то, тогда это, по-моему, по 20-ти операций произвелись, не ошибаюсь, да. А врачи-то были кроме вас еще? До 99-го года не было, вы один все, да? Да, я один, почти 10 лет тянули. Вот, потом, значит, что мы еще, значит, коронарография когда началась? Коронарография в связи с 98-м, со сменой аппарата, цифровая съемка, 7-м с полистаром, он не совсем соответствовал, поскольку было. Но это тоже его. Нет, ну, все понятно, но там была скорость 7-ки 8 кадров в секунду, в связи с этим, вот такой еще поднимающийся аппарат был, такой универсальный, межурегионовский. Вот. А параллельно мы еще клапан легочной, коортация аорты, она тоже на их возле 2000-м, и, ну, естественно, боталлы протоки, закрытие боталлов проток, эмболизация начали делать, но это можно, как начало 2000-м, где-то так вот, 5000-5000, ну, параллельно со студентами дела. Служба эта реально страдала, из-за, так же, как и везде, на периферии, из-за отсутствия расходников, и не очень-то закупать, но была возможность. Какие катетеры были? Выслили, ты где что найдешь? Понятно. То, что подали, ты где что утащишь? Выручали коллеги? Да, 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 где что, какие-то, ну, баллоны пластики, допустим, да, я помню, форму, это не юмид, по-моему, канадская, по-моему, мне даже 2-3 баллоны задарили каким-то образом на легошую артерию детям делали что-то. Ну, да, боталлы протоки, закрывать, это тоже где-то порядка 50 операций в то время было произведено спиралями кулковскими, понятно, все. С кем мы и с коллег особенно общались на этапе становления? Да, со всеми практически, с кем-то было возможно. Не так много было, да? Ну, здесь-то нет, на Кавказе, даже мы на Кавказе это, получается, как бы, немножко, как бы, по отношению ко всем другим 90-е ушли вперед, потому что, толком я и не знал, где работали, понятно, что ни в Чечне, нигде ничего не было, а вот, когда уже в Ставрополь, в 90-е, я приезжал в Ставрополь, смотрел там, немножко, так все было запущено. Ставрополь, по-по-по-стрейку. А когда первый аппарат пошел уже, у них там цифровой, они тогда уже рванули, ребята, так, что еще этот, был только первый, на взрыве Светков, тогда, Николай был со всеми этими неприятностями его. Вот, они тогда уже рванули. А так, получается, что мы, как бы, тут, первый кава-фильтр, здесь, на середине 90-х, на 60-е, если кто-то не помнит, рептелла. Естественно, не убирали их. Ну, а как рептелла убирать? Не знаю даже. Не убирать. Кто-то, по-моему, хвастался, что даже умудрился его крутить, что ли, назад, при этом, откручивался, но не знаю, кто-то, конечно, убирали. Да и, честно говоря, даже по этим докладам судья тоже, особенно, его удаляют, если на несколько дней оставляешь. А так, не всегда далеко удается удалять. Ну, сейчас, слава богу, есть кава-фильтр, который легко удаляется через 5, через 10, и даже через 15 лет. Ну, все-таки. наличие надо иметь. Это проблема с дефицитом расходника, она, в той или иной степени, все равно, и актуальна, в данный момент. Да, мощнейший толчок к развитию как в стране, так и здесь, естественно, это федеральная сосудистая программа по коронарной тематике. То, что толчок дало такое, что пока по коронарным обеспечениям практически нет никаких сложностей, имеется в виду, все обеспечено, но по другим направлениям все-таки иногда задерживаются эти закупки, не всегда все есть под руками, обычно к этому превышает тема. Вот. Ну вот, если возвращаться опять к 2000-м, Да, когда, может быть, вы почувствовали толчок какой-то, заряд появился. Да, толчок, толкать не надо было никому, тут азарт был еще и молодежный, еще, говорится, помоложе были, начали делать тогда где-то 2005-й, по-моему, уже картаться, аорты неполные, баллонные пластики, вот, по-моему, там Нижний Новгород тогда, кстати, писал классификацию тех, как картации, с Нижнего была такая статья, какие по, в первую очередь, какую-то в первую очередь давать, но тоже где-то мы десяток операций сделали, это все происходило на базе республиканской клинической больницы, по-моему, один аппарат был на весь город. Вы там, соответственно, и начинали, да, все там? я там проработал 28 лет, в конечном итоге, в республиканской клинической больнице. А вы сейчас там же работаете? Нет, я сейчас уже 8 лет работаю в городской клинической больнице, но был такой период, что я еще работал параллельно в медицинском центре меня с Кирхана, шеф, мой первый шеф, там был постановый, это уже с 2008 года был, когда был закуплен и новый, как в кардиохипрический центр, открывшийся кардиохипрический медицинский центр Аскельханова, уже был, тогда и новый взяли, и параллельно работал там до 15-го года. Вот. И, ну, приходилось заниматься всем, поскольку, сами понимаете, артериевенозные свечи вы детей эмболизировать, и... А можно было в РКБ и детские, и взрослые делать процедуры, или нет? Ну, гульновыдомки хитрые. Понятно. Понятно. Привозили, привозили детей, как иначе, а можно было, да, кстати, госпитали, официально укладывали сосудистое отделение, в связи с отсутствием, ну, там, детско-республиканская соответствующая аппаратура, да, мы это делали под наркозом, там, шерпнул кучик, ну, а как иначе, ну, и получалось, и карты химлические, по детям тоже же эти, баталов бродуки-то закрывали, ну, так как куклы, с параллением кукловскими, большого диаметра не брали тогда, как бы месяц баталов больше до пяти-шести миллиметров не брали, вот, после этого, значит, вот так как до 2008 года, это мы работали на этом самом Сименсе, полистали, в общем, дотянул до 12, до 13 года дотянули в РТБ, параллельно открылся кардиохирурнический центр, соответственно, и новый аппарат, этот контингент больных перешел туда, начали там коронаврографические исследования, плюс начали потихоньку стентировать, ну, и в медицинском медцентре с Кирхановым, значит, то же самое был аппарат, то есть, было их три аппарата, это порядка двух тысяч десятых, ну, уже, естественно, занимались и периферией, стентированные периферией, бедренных артерий, вот, чуть позже перешли уже на голень, так вот традиционно, ничего, я думаю, по регионам приблизительно одинаково, где-то это как-то все, просто некоторые были, я так думаю, что некоторые ближе к центру, более интенсивные развивались, финансовые обеспечения, обеспечения было не больше, но все надеялись тогда на реформу 2011, там, зала одноканальная финансирование, может, тогда задержалась до 2015-го, было принято, когда сложно стало что-то закупать. А когда толчок какой-то произошел, по коронарным интервенциям может быть, полпоцентка под... По коронарным интервенциям пока не началось вот эта одноканальная финансирование на 2015-2016 год, то есть, когда можно было оплачивать, ума и стала оплачивать, вот это и было толчком. А еще на втором толчком мощнейшим, конечно, это принятие федеральной инфарктной темы. Тут это уже однозначно, тут этот шелон уже разогнался, который уже трудно остановить и невозможно. Вот интересно, сейчас время идет, это как вторая ветвь развития, второй виток развития технологии, это баллоны, ангиопластика, да, как альтернатива стентирования или как просто замена стентирования. Есть такой вопрос. Внутрисосудистый ультразвук, который был лазерный аттрактомит, то есть дебалкинг технологий. Вы как это переживали в то время? Да никак мы не переживали, нет у нас возможности на внутрисосудистый ультразвук, лично у меня не было. В РКБ, правда, есть? Нет, а в то время? А в то время нет, никакой там это самое, вы о чем говорите. Баллонная пластика. Баллонная пластика, да, работали. Я, кстати, очень долго лет работал, допустим, с подвздошным артением баллонной пластикой и считаю, что там достаточно хорошие результаты только на баллонной пластике получались. Да, бедренная, немножко другая ситуация, когда необходимо поставить стендерман при реканализациях. все равно сейчас потихоньку опять же приходишь к мысли о чистой баллонной геопластике иногда. Без стендерман. Да, когда есть для этого какая-то возможность, иногда даже вопреки тому, что видишь, думаешь, нет, ничего, работать не будет. Она работает. Она почему-то работает. Вот. Сейчас больше приходится заниматься, поскольку я в этой выдуковой клинике работаю 8 лет, потому что параллельно это ушло развитие УКС и коронарной геопластики стендерман, которая уже тогда учредила какие-то результаты. Ну и параллельно занимался общей рентгеной хирургии, развитие, ну, допустим, там отделение хирургической инфекции республиканской, соответственно, диабетическая стопа. Диабетическая стопа в большом количестве на сосудистой практике. Ну, естественно, еще параллельно. Ну, ты комплексный подход или только пластика, а дальше уж как пойдет? Да нет, ну, там же есть отделение, я же говорю, это кринология, клиника, ну, по-моему, большая есть, это кринология, есть гнойные хирургии, есть сосудистые хирургии, соответственно. Заинтересованы докторами? Ну, гнойные хирургии однозначно. Однозначно заинтересованы, почувствовали количество ампутаций, что сейчас уменьшилось, и они, ну, прям, практически нет. Там все как расписано, знает, как положено. Вот. Но дело в том, что где-то с 2008 года мы стали заниматься еще другими вещами, то есть есть бывалник, как в классе, к Тибилову. Познакомились, как у нас в Москве, познакомили Александром Мурадовичем к Тибилову. Мы туда почти каждый год стали ездить, он занимался проблематикой верхнего этажа, брюшную полость, да, еще идет о механических желтухах, значит, мы попали под транспеченочное дренирование, дорожное, внутреннее, потом на статирование холедах перешли, холедах соответственно, и баллоны пластики, структуры анастомозов послеоперационных и все это дело. Ну, это я считаю, это и есть рентгенохирургия. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно рентгенохирургия, тут, извините, мочевой канал, уретру нет, нет, там у них начали делать баллоны пластики, но где-то что-то, можно куда залезть, структуры анастомозов, семья не приходит заниматься, но тем не менее. А стенд-то не ставили на чуточник металлический? А, металлический, слава богу, нет. Просто интересно, я видел публикации, но не знаю, как это дело. Старка стены, это совершенно другой мужчин-орган, где мысли-то ковырялись, но не дошел. Минимум, авантюрности не хватило, да, или уже старшие товарищи, что называется, остановили. Гинекологически, может быть? Естественно, на мемоматке, естественно, эмболизации. Нет, а что касается бесплодия, например, гидродинамическая реканализация ракушных групп, это тоже было популярно. Да, 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 было, было, так, кроме диагностических контрастей, они дальше так и не пошли. Я не помню, даже этот Реш, по-моему, реканец в начале 90-х приезжал, на баллоны пластики делал, файлопию труб, по-моему, если не ошибаюсь, промывки. Предлагалось несколько раз, ну, понимаете, всем заниматься, всеми направлениями связи этого сложно, должно все же зависеть тоже от сотрудничающих с тобой клиницистов. Продолжения были, но где-то пошло, не пошло, заинтересованность есть, нет и так далее. Ну, да, в первую очередь их заинтересованность должна быть, конечно. Потом специальность наша тема уникальна, что мы должны ну, как бы находиться, особенно вот у тех, кто занимается широким спиртовым вмешательством, ну, если не на одном уровне, то близком уровне со специалистами этих направлений, да, вот с профессорами, чтобы по твоему мнению прислушивались, именно невозможно быть везде, только и в урологии, и гипотехирургии, и традиционной хирургии, чем приходится тоже заниматься традиционной хирургией, там, наверное, я веду, там, полостя, там, кисты, там, или там, негативить, или абсцессы, тренировать, или там еще чем-то заниматься таким. Есть ли местный колорит, какой-то, другое отношение пациентов или родственников? Несомненно. Наверное, каждому региону свойственно. Вентальность накладывает определенный, определенный такой вот свой шлейф, что ли, я не знаю, вентальность народа. Я-то здесь с рождения, мне это, как говорится, я тут, ну и как бы, поэтому мне с людьми, естественно, общаться достаточно. Серьезные люди обращались? Нет, ну, просто с населением. Надо понимать, что люди разных национальностей живут, везде какие-то нюансы есть, но есть и общекавказские какие-то моменты в общении с пациентами. Но это тоже не столь... Ну, какой-то тяжести и наклад. Не столь принципиально. Вот, допустим, мой коллега, Козлов Владиславов, приехал в 2018 году значит, в РКБ, СМП, значит, как заведует сейчас отделением УКС, ну, регенно-хирургические, значит, по поводу УКС, значит, прекрасно себя чувствует здесь, с 2018 года, он абсолютно облился, вжился, ему дискомфортно, он не хочет никуда уезжать, он сейчас уже 5 лет, там по 5 лет здесь работает. Научное становление какое-то претерпевал здесь, в Дагестане? Были ли конференции? Вот сегодня первая российская конференция по Вене? Ну, так или иначе, общихирургические конференции, юбилейные еще какие-то шли, мы выступали со своими докладами, неважно, по какой тематике, по той или по другой, или по третьей, или там, где, по-моему, по стентированию Холедах, по-моему, юбилейный съезд, по-моему, от Аскар Хранов был, он 13 или 14 год, вот, на всех стараемся где-то как-то, какое-то, да, по самому выступлению, научное, но наше выступление на конференциях не всегда обладает определенностью и дневноючности, хотя в плане обмена опыта практического очень даже имеет, иногда свои собственные наработки хочется поделиться, иногда слышишь доклады, какой-то маленький мелочи, нюансы, слышишь, ага, ага, соображаешь, катаешь, и для себя начинаешь гулавлять, вот, 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 это жизнь, это практика. Запал не проходит сейчас? Запал, выгорание, модное слово. Есть такой момент, значит, ну, это связано больше с административным, наверное, силой, как, наверное, у всех, если с административным ресурсом, когда не всегда видишь понимание, не всегда видишь должную оценку, Ну, что сейчас хорошо в нашей специальности, то, что пошла финансовая адекватность, более-менее как-то выработала в стране, и администрации, конечно, клиниками это чувствуют, они, в вашем случае, выйду, стараются навстречу быть в плане развития этих направлений. Вот, наверное, есть азарт, наверное, чуть меньше, но тем не менее, когда есть интересная работа или же есть возможно желание что-то новое, что-то попробовать, что-нибудь где-нибудь там, какой-нибудь там нижнюю божьейшную артерию заэмборизировать, там дистальник, там вот уколоректальную или еще где-нибудь, это, конечно, нам всегда это разбуждает, никуда от этого не идет, я имею в виду что-то, то, чего еще не делал. Я понял, центральные органы вам не интересны? Нет, ну почему не интересны? Ну как не интересны? Ну, какие-то вот, восьмой, 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 восьмой начали, там, уже к двадцатому году ближе стантировали, там, каротидных, хотя, ну не было, опять же, опять же, восьмой, восьмой, там все тормозилось, так-то, значит, каротидных диагностик, там еще с девяностое готов, понятное дело, делали, там, вентабральные, каротиды, начали делать, но все тут достаточно серьезно подорвал ковид, вот, клиника у нас была головной, наша клиника, когда был ковид, и получилось так, что мы, практически два года, мешайство производились только ковидным больным каротидом, у нас с террорами, то есть было остановлено производство, это очень сильно, немножко так это, подорвал момент. Если выбрать, в какое время бы начали работать в специальности, если была такая возможность, в те, в то время или сейчас? Невозможно устраивать, я даже, я даже, кошмар, какой прогресс. Ну, действительно, я когда-то... Ну, кому-то интересно, например, наоборот, сначала все пройти, а кому-то... В НЦХ еще когда-то, думаю, никто же не мог ожидать, что это настолько быстро так будет развиваться, настолько интенсивно, еще где-то девяностый год, наверное, я так прикидывал для себя, думаю, что я смотрю, какая коронарография, кто мог подумать, что будут цифровые аппараты, там, да, когда пленочные только получили, что такой скорость у съемки это все, поэтому нет, возможности, которые были, думаю, нет, на клапанах ячной артерии, максимум, зачем удастся это достигнуть с учетом этой... А тут же, пожалуйста, тут пошли даже цифровые аппараты, пошли какие-то эти все-все-все. В 98-м году первое коронарографию в Дагестане сделано было. Вот. Я, Георча, сегодня приезжал, Денькер Скидханова, значит, уже Олегамид Рашидович Скидханов это делал, пробегал первых, хотя параллельно прошли эти движения в кардиохирургическом центре тоже. С тех пор, когда за 10 лет занимались практически только диагностикой коронарной, отправляли пациентов, что называется, на экспорт. И где-то вот это, 9-10-го начали инстантировать в кардиохирургическом центре, поскольку это государственная клиника МОА, она есть, да. С 15-го года пошло, сейчас же, посмотрите, сколько сейчас аппаратов, подразумевало, что в разных городах должны быть еще, как бы, Буйнарск и Киздайли должны, пока нет, хотя бы, должно быть до 24-го года по федеральной программе, по постановлению правительства, которое принималось здесь местное, но пока там нет. Значит, тем не менее, Хасавюр, Дермен, прекрасные ребята приехали в прошедшую школу, кто в Москве, кто в Питере, кто в Астрахани, кто в Краснодаре. Это неважно, где, ну, то есть, приезжают молодые ребята, абсолютно наработанные, может быть, широтой спектр, где есть, охвата такого нет, это, в такой практике, ну, по кармарам, по карантитам, по основным самым, как говорится, центральным направлениям. В общем, неплохо пошли, взялись, этому, оторвануло, это еще, как говорится, пошло на разгон, вполне приличное количество процедур производится, вот, и тем не менее, все равно, конечно, нехватка. Есть у нас республиканская клиническая больница, номер два многопрофильный стационар, как говорится, который, ну, явно просится, там есть онкологический центр, где должна быть рентгенохирургическая установка, в чем я абсолютно убежден, сколько это онкология, тоже одно из направлений развития, да, специфическое. Абсолютно точно. Вот. Ну, нехватка, конечно, с этой обстановкой, финансовыми и прочими этими нюансами, это, наверное, сложно ожидать, но, тем не менее, тем не менее, должно быть параков больше, должно быть вмещаться больше, должно быть направлений больше, вот, потому что детская практика, что здесь мощнейшая, внешняя республиканская клиническая больница, я тоже когда-то начинал, там, извините, даже, но это, опять же, как ностальгия, не ностальгия, был, на заводе сделан шприц-инжектор, закиси азота подавали давление, сделали детям брюшную ортографию, например, там, стерозных почечных артерий, там, закиси азота, и, соответственно, контраст два шприца, это все равно, это когда-то еще, ну, извините, 20-25 лет назад. Конечно, должна быть ангелетика, конечно, есть капитология детская, теноз, пак, лакроизодирование и все это прочее. Ну, что есть, то есть. Ну что ж, Александр Сергеевич, спасибо вам большое за экскурс в развитии рентгенхирургии в Дагестане, в Махачкале. Спасибо вам большое, дорогие зрители, что были с нами. Подписывайтесь на канал RHA Club в Telegram, YouTube, в VK-видео, в Dzen, где вам удобно. Ставьте свои оценки, пишите комментарии, мне будет приятно увидеть ваш фидбэк. Будем вместе, будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok